Принятие праведного деяния и злого деяния. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге, «Ман амила салиха мфали на всихи, ومن асаа афа алейха, وما рабука бигу лямин лин абиды». Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами. Сура разъясненный, аят 46. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого не со товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад и его рабы и посланных, да благословит Аллах пророка Мухаммада, и его семейства, высоко чтимых и многоважаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, всемогущий Аллах почтил человека, создав его своими руками в прекраснейшем облике, вдохнув в него от своего духа, дав ему разум, заставив ангелов падать перед ним ниц, подчинив ему всю вселенную, даровав ему явное превосходство над многими другими творями. Это потому, что человек взял на себя тяжелую ответственность, в то время как земля и небеса отказались нести ее и испугались ей. Это ответственность за исполнение обязательств и воздержание от запретов, что приписывает усердно стремиться, трудиться, заселить землю и поклониться Аллаху. Таким образом, мусульманин должен знать, что его хорошие и плохие деяния будут визвешены особыми весами. В священном корене говорится, Тот, кто сделал добро, весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло, весом в мельчайшую частицу, увидит его. Сура землетрясения, аяты 7-8. Бесспорно, что в исламе понятие праведного деяния широкое, и включает в себя всякие обязательства, которые Аллах Всемогущий возложил на своих рабов, такие как намаз, пост, закат, хадж, зикр и тому подобное. Это основные вещи, которые мусульманин обязан делать. К праведным деяниям, согласно которым человек должен вести себя, относятся соблюдение правдевости, произнесение добрых слов, обращение с приветствием и все, что помогает человеку любить других и пользоваться их любовью. Аллах, Слава Ему и Величие, говорит, А так же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Самый любимый для меня из вас тот, кто отличается наилучшим нравом, мягок в обращении с другими людьми, любит других людей и пользуется их любовью. Праведные деяния не ограничиваются только одной стороной без другой, а скорее к ним относятся все, что соответствует человеческим ценностям и способствует построению взаимосвязанного общества с чистой душой, где преобладают привязанность и сотрудничество, и господствует терпимость, любовь и милосердие». Так, Ислам считает праведным труд человека, за который он получает заработок для себя и своих детей. Пророк Мухаммад, мил ему благословение Аллаха, также считает такой труд джихадом на пути Аллаха. Рассказывается, как-то раз, когда пасанник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, находился в обществе своих сподвижников, они увидели выносливого и сильного молодого человека, который рано утром вышел из дома в поисках заработка, и они сказали, горе ему, о, если бы он использовал свою молодость и силу на пути Аллаха Всевышнего. На это пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Если он вышел в поисках заработка для своих малолитных детей, то он на пути Аллаха. Если вышел он в поисках заработка для своих престарелых родителей, то он на пути Аллаха. Если вышел он в поисках заработка для самого себя, то он на пути Аллаха. Если же он вышел ради показухи и похвали, Тогда он на пути шайтана. К праведным деяниям также относятся с помощью чего человек приносит пользу другим, будь его мало или много, будь то материальное или моральное. Аллах всемогущенный велик изрил, «Ла хайра фи кафирим мин наджава хум, илла ман амар бе садакатин ау мааруфин ау ислахин бейна ннас, ва ман яфаал далека бе тигаа маарути Аллахи фасауфа нуутихи ажра на азима». Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примерять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. Сура женщины, аят 114. А также посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть имеющий лишнее верховое животное отдаст его тому, кто его не имеет, и пусть тот, у кого есть лишние припасы, отдаст их тому, у кого их нет». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, побудил людей совершать разнообразные добрые деяния, сказав, «Воистину, двери добра очень много. Произнесение слов Аллаху Акбар, произнесение слов Субхан Аллах, воздавание, хвали Аллаху словами Аль-Хамду-Лиллах, произнесение шахады Ла-Иляха-Илла-Ллах, попросить прощения у Аллаха словами Астагфир-Уллах, приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, удаление с дороги того, что мешает людям, провести слепого туда, куда им нужно, объяснить глухому или немому, так, чтобы они поняли, указать тому, кто ищет что-либо, если ты знаешь, где оно находится, бежать во весь опор, чтобы выручить того, кто зовет на помощь, напрячь свои руки, помогая слабому, все это станет садакой от тебя, тебе же. Праведное деяние не ограничивается только тем, что полезно для людей, а скорее, вкулучает в себя и то, что полезно для животных и неодушевленных предметов. Передается, что как-то раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проходивший рядом с исходавшим верблюдом, остановился и сказал, побудетесь Аллаха в том, что касается этих бессловесных животных, ездите на них верхом, если они здоровы, и ешьте их мясо, если они здоровы. Передает со слов Абу Хурайры, да будет довольен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал, «Как-то раз один человек, шедший по дороге, увидел ветку с колючками и убрал ее с пути, и убрал ее с пути, и Аллах воздал ему благодарностью, простив ему его прегрешения». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал, «Я видел человека, который ходил и наслаждался в раю из-за мешавшего мусульманам дерева, которое он убрал с дороги». Что касается злого деяния, то оно включает в себя все, что вызывает гнев Аллаха Величественного и выводит человека из круга реформы к кругу коррупции из-за отказа от предписанного поклонения, совершения порицаемых и скверных поступков, таких как непослушание родителям, посягательство на чужое имущество и нарушение чести. К злым деяниям относятся, во-первых, отказ от ответственности перед семьей, проявление равнодушия к детям и не обеспечение им хорошего образования. Пророк, да благословите его Аллах и приветствуй, сказал, «Достаточным грехом для человека является воздержание от содержания того, кто на его иждивении». Во-вторых, распространение нечестия на земле посредством разрушительных идей, ложных слухов и устрашения мирного населения. Аллах всемогущ и невелик изрек, «Валя тувсиду фил арди баада и ослахига» «Не распространяйте нечестия на земле, после того, как она приведена в порядок». Сора преграды, ая 56. В-третьих, повреждение дорог, ибо это великий грех. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствуйте изрек, на того, кто умещает мусульманам на их дорогах, обязательно нападет их проклятие. В-четвертых, распространение ненависти среди людей и причинение им морального или материального вреда, такого, как злословие, сплетни, ирония, издевательство, ругательство, непристойные высказывания и другие вещи, которые ислам запрещает и которые противоречат морали, здравому смыслу и заширенному поведению. Пророк Мухаммад, мир ему благословен, Аллаха, повидал, сами ненавистные из вас, доносчики, которые вносят раздор между людьми, ищущие недостатки вневинных. Вот что я хотел вам сказать, я прошу Аллаха, прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу, миру, в мире благословен, и причете всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. У Моих братьев исламе поистине каждое деяние, которое человек совершает, оказывает определенное влияние на него в мереской и последней жизни. К плодам праведного деяния относится, во-первых, добрая жизнь. Всевышний Аллах говорит, «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим доброй жизнью и вознаградим за лучшие без того, что они совершали». Соропчоли, аят 97. Во-вторых, беспрерывное вознаграждение даже после смерти. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Семь вещей будут продолжать приносить вознаграждение для раба Аллаха в то время, когда он будет находиться в своей могиле после смерти». Знание, которым он обучал, или река, которую он проложил, или колодец, который он вырыл, или палма, которую он посадил, или мечет, которую он построил, или копия Корана, мусхав, которую он завишал, или ребенок, которого он оставил после себя, и тот станет обращаться к Аллаху с молбами о прощении для Него после его смерти. В-третьих, прощение грехов из-за меня злодеяний добрыми деяниями. Всевышний Аллах говорит, «Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы простим их злодеяния и воздадим наилучшим образом за то, что они совершали». Сурапаук, аят 7. В-четвертых, великая награда и сопровождение пророков, правдивых мужей и павших мучеников в раю. Аллах Святой Невелик говорит, «Инна ладзина амину ва амину с салихати каенат лагум джаннату лфердаусинузуля» «Воистину, обители у тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады лфердауса». Сурапаук, аят 107. «Вамин ютаиллаха варрасула фауляика мааллазина анамаллаху алейхим минаннабиїна والссиддікина والшухадай والсалихин ва хасуна ауляика рафіка «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники». Сураженшини, аят 69. «Как праведное деяние приносит плоды, так и злое деяние имеет негативные последствия для человека в мирской и последней жизни, таких как, во-первых, заблуждение, замешательство и растерянность. Аллах, слава Ему, и Величие, говорит, «Афамэнзуйййна лагу су-у амалихи фараа хасана фаинн Аллах юдуллю майя ша уа яхди майя ша». Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямим путем? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает и ведет прямим путем того, кого пожелает». Сура Англии аят 8. Во-вторых, нестабильная и неспокойная жизнь. Величественный и могущественный Аллах говорит, «Ва мэн аарду андли крифа инна лагу ма аиша там бонка а кто отвернется от моего напоминания того ожидает тяжкая жизнь». Сура аят 124. В-третьих, скверное место прибытия в судний день. Как же нам нужно придерживаться всего благотворного добра и держаться подальше от всякого вредного зла, а также помогать друг другу и взаимодействовать на пути истины. О, Аллах, поистине мы просим Тебя о совершении благих дел, оставления порицаемых и любви к беднякам. О, Аллах, даруй нам искренность и принятие. О, Аллах, защитай наш Египет и все страны мира от всякого зла.